Библейский портал экзегет.ру представляет 25 глава Евангелия от Матфея, я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. Вот 24-я, она была у нас такая апокалиптическая, то есть говорилась о конце времен. Я напомню, что идет Страстная неделя, вот здесь она идет в тексте, то есть очень скоро история земной жизни Иисуса Христа подойдет к своему завершению. И потому те вещи, которые сказаны здесь, они какие-то последние наставления. Можно сказать самые важные, но можно сказать иначе, что это наставления, которые даются для тех, кто останется. И поэтому вот у нас в конце 24-й главы была история про господина, который отъехал далеко, и раб, поставленный управителем, будет либо управлять хозяйством хорошо, либо наоборот распутничать и всячески своих сотоварищей избивать и обделять. И от этого зависит судьба этого раба, когда вернется господин. Ну, печальная такая картина для ожидания. Нет ли образа повеселее, порадостнее есть? Вот на что будет тогда похоже царство небес. Десять девушек взяли свои светильники и отправили их встречать жениха. Звучит для нас немножко странно, что же они все десять за него выйдут. Нет, конечно, они подруги невесты, они присутствуют на свадьбе и по обряду, по тогдашним традициям они встречали жениха и как бы вводили его в дом, где уже ждала его невеста. Пять из них были глупые, опять разумные. Вот глупые взяли с собой светильники, но не захватили масло. Светильник тогда, это небольшая плошка с фитилем, туда наливается масло и фитиль, погруженный в масло, горит. Поэтому понятно, что пока масла хватает, он горит, а потом он гастет. А разумные взяли масло в сосудах своих для своих светильников. Жених задерживался, так что все они задремали, заснули. Посредине ночи раздался крик, вот и жених, идите ему навстречу. Тогда все девушки проснулись и стали готовить светильники. Ну, понятно, что они, наверное, когда заснули, их светильники погасли, и нужно было заново их зажечь. Или, по крайней мере, поправить фитиль, может быть, там уже совсем масло выгорело. Глупые сказали разумным, поделитесь с нами маслом, наши светильники гаснут. А разумные ответили, ну нет, так не хватит ни нам, ни вам. Сходите лучше сами к торговцам и купите. И когда те ушли покупать масло, пришел жених. Звучит немножко безумно. Посредине ночи они отправились покупать масло. Какая там торговля ночная? 24 на 7 супермаркетов тогда не было все-таки. Но понятно, что любая притча, она очень условна, да? И речь идет о том, что необходимо все приготовить заранее. Что ожидание может затянуться дольше, чем мы рассчитывали. И поэтому нужно запастись тем, что во время этого ожидания нам понадобится. И когда те ушли покупать масло, пришел жених. Кто был готов, вошли вместе с ним на свадебный пир, и двери затворились. Тут приходят остальные девушки и просят, господин, господин, открой нам. Но он им ответил, аминь, говорю вам, я вас не знаю. Будьте начеку, ведь вы не знаете ни дня, ни часа, когда придет сын человеческий. Вот еще одна, вторая история, первая была про раба. Здесь они все равны, но кто-то готовится к длинному ожиданию, а кто-то нет. Но есть еще третья история. Или так, один человек, отправляясь в путь, призвал своих слуг и поручил им управлять его собственностью. Одному он передал пять талантов, другому два, третьему один. Талант – это большая денежная сумма, то есть это где-то 30 с чем-то килограмм серебра. Третьему один каждому по его способностям, и затем отправился в путь. Вот не случайно, наверное, слово талант в более поздних языках стало обозначать именно что способности. Ну, то есть кто-то очень разумно распоряжается деньгами, ему побольше. Кто-то совсем новичок, как инвестор, да, ему поменьше. Кто получил пять талантов, сразу же пустил их в оборот и заработал другие пять. И кто получил два, заработал другие два. Ну, неплохая прибыль, сто процентов. А тот, кто получил один, пошел и закопал его в землю, чтобы скрыть серебро своего господина. Ну, ясно, чтобы не украли, а торговля или какие-то операции денежные – это всегда риск потерять все. Прошло много времени, и вот возвращается к тем слугам их господина, требует от них отчет. Кто получил пять талантов, пришел с другими пятью и сказал, «Господин, ты поручил мне пять талантов, а эти пять я заработал». Господин ответил ему, «Хорошо, добрый и верный слуга, ты оказался верен в малом, поставлю тебя над многим, порадуйся вместе со своим господином». И кто получил два таланта, сказал, «Господин, ты поручил мне два таланта, а эти два я заработал». Господин ответил ему, «Хорошо, добрый и верный слуга, ты оказался верен в малом, и я тебя поставлю над многим, порадуйся вместе со своим господином». Подошел к нему и тот, кто получил один талант и сказал, «Господин, я же знал, что ты человек суровый, жнешь, где не сеял и подбираешь, где не ронял. «Я пошел от испуга, зарыл свой талант в землю, вот возьми свое». С тех пор выражение «зарыть свой талант в землю» означает, ну, скорее, не использовать свои возможности, которые даны тебе свыше. Но здесь это просто буквально мешок с деньгами пошел и зарыл в землю, чтобы он там с охранности лежал. Потому что господин ведь хочет получить прибыль, и если не получится доставить ему прибыли, то, наверное, строго накажет. Поэтому хотя бы отдам ему то, что он мне дал. А господин сказал ему в ответ, «Никчемный ты, слуга, и ленивый, ты же знал, что я жну, где не сеял и подбираю, где не ронял. Ты должен был пустить мое серебро в оборот, и я по возвращении получил бы свое с прибылью. Так что отберите у него этот талант и дайте тому, у кого их десять. У кого есть, тому и будет дано с избытком, а у кого нет, у того будет отнято, что имел. А негодного слугу выбрось ты наружу, во тьму там будут рыдать и скрежетать зубами». Нет справедливости? Пожалуй, нет. То есть он же не потратил талант. Я понимаю, если бы он на свои развлечения его пустил для своего удовольствия, присвоил себе, то да, было за что наказывать. Но ровно об этом и идет речь, что, соответственно, это все нужно пускать в оборот, что то, что человеку дано, он должен использовать. «Когда придет во славе Сын Человеческий и вместе с Ним все его ангелы, он воссядет на славном своем престоле, и перед ним будут собраны все народы. И он разделит людей надвое, как пастух отделяет овец от коз. Овец он поставит по правую руку от себя, а коз по левую. Овцы и козы обычно паслись вместе, но содержали их в разных загонах. Поэтому, когда вот это стадо возвращал из пастбища, то стоял пастуху какого-то загона и отделял, значит, одних животных, отправлял в одну сторону, других в другую. Овец он поставит по правую руку от себя, а коз по левую. Тогда царь скажет тем, кто по правую руку, «Вы, кого благословил мой отец, подойдите, теперь это царство навеки ваше. Оно было приготовлено для вас от сотворения мира. Когда я был голоден, вы меня накормили, я хотел пить, вы меня напоили, не было у меня дома, а вы меня приютили, вы прикрыли мою наготу, вы позаботились обо мне во время болезни, посетили меня в заключении». Тогда праведники переспросят его, «Господи, когда этому встретили тебя голодным и накормили, когда утолили твою жажду, когда встретили тебя бездомным и приютили, когда прикрыли твою наготу, когда узнали о твоей болезни и заключении и посетили тебя?» И царь скажет им в ответ, «Аминь, говорю вам, что вы сделали для одного из самых малых моих братьев, то вы сделали для меня». А тем, кто по левую руку, он скажет, «Ступайте прочь, проклятые, вечный огонь, приготовленный для дьявола и ангелов его. Когда я был голоден, меня не накормили, жажды мои не утолили, не было у меня дома, а вы меня не приютили, наготы мои не прикрыли, в болезни и заключении меня не навестили». Тогда они переспросят его, «Господи, когда-то мы встретили тебя голодным, или жаждущим, или бездомным, или нагим, или больным, или заключенным, и не позаботились о тебе». А он ответит им, «Аминь, говорю вам, чего вы не сделали для одного из самых малых людей, того не сделали для меня». И пойдут они на вечную каждую, а праведники – в вечную жизнь. Знаете, вот эта длинная притча, причем она не просто длинная, она важная притча, не случайно все это повторяется. Сначала он им говорит, тем, кто позаботился о бедных и нищих, а потом они ему отвечают, «Когда это мы сделали?» Потом он то же самое, только в отрицательной форме говорит, тем, кто не позаботился, и они ему отвечают. Фактически четыре раза рассказано, что критерии, по которым люди попадают в его славное царство, один – они помогли тем, кому было плохо, или не помогли? А как же правая вера? А как же участие в... церковных таинствах, в обрядах, как же молитва, пост – это все разве не необходимые условия спасения? Вот по этой притче нет, абсолютно нет. Но давайте посмотрим. Вот притча про девушек, они заботятся сами о себе. Притча, которая была еще в прошлой 24-й главе, притча об управителе, верном и неверном, о том, который все делал хорошо, о том, который только тираном стал для своих товарищей. И здесь тоже притча для заботы о других. Вот нельзя сказать, что каждый из них описывает реальность царства полностью. Они стоят вместе. И тем не менее, последнее, вот то, что должно запомниться лучше всего, это указание на то, что мы сегодня называем благотворительностью. То есть, все это ваше право и вера, все эти ваши обряды, все это ваше многообразие религиозных форм жизни, да? Если вы не одеваете нагого, не кормите голодного, не посещаете больного и заключенного, ничего не стоит. Вот такой вывод прямо следует из 25-й главы. Другого вывода у меня для вас из нее нет. Продолжение следует...